Будем обсуждать вопрос здоровья легких, ребята, здоровье дыхательных путей, здоровье объема кислорода, который вы можете использовать для получения активной энергии, вопросы вывода токсинов, вопросы обструктивных болезней легких, профилактика рака, с умеющимися уже другими вопросами сейчас будем работать. Вот если, например, вы болеете и у вас вот мукоза застаивается, не откашливается, не отхаркивается, вы не можете очистить и сухой кашель. Вот сейчас все эти моменты, связанные со здоровьем легких, мы будем с вами обсуждать. Ребята, несколько важных добавок мы сейчас с вами тоже проговорим, которые вы можете комбинировать. Я сейчас вам покажу вопрос добавок в формате просто, значит, в капсулах, в таблетках. Опять же, никаких именно лекарственных форматов у нас с вами здесь нет, то есть фармакологических, все. Бады в виде, например, трав или каких-то абсолютно естественных добавок, которые работают просто умопомрачительно. Потому что ваше тело очень любит реагировать на такие, знаете, особо рабочие, природные триггеры, например, которые будут откашливание провоцировать. Или, например, если у вас сухой кашель, есть потрясающее масло, которое я вам покажу, которое вы сейчас будете использовать. И взрослым, и детям. За два абсолютно часа начинается уже отхаркивание. И если, например, у нас есть формат взять какой-то фармакологический препарат, который будет раздражать слизистую, но при этом заставит вас отхаркивать. Это масло не имеет вообще никаких побочных эффектов, которое поможет вам и откашляться, и при этом еще смягчает прекрасно вам дыхательные пути. Ребята, пожалуйста, оставайтесь со мной в течение всего прямого эфира. Сейчас разберем вопросы легких и печени, которые связаны вместе, а не друг с другом. И дальше возьмем ваши замечательнейшие вопросы и будем вас консультировать, как всегда, вживую. Всех, кто к нам приходит впервые, ребята, приглашаю обязательно подписываться, ставьте пальцы наверх и пишите комментарии. Алексей, спасибо за полезный ролик, потому что в этих живых прямых эфирах, которые проходят в формате подкастов, на природе, у нас всегда в любое время года, ребята, в любую погоду, мы с вами заряжаемся знаниями, максимально подключаем мотивацию и эпически, абсолютно грандиозно, каждый божий день боремся за ваше здоровье. Ребята, значит, смотрите, какая штука. По поводу легких есть несколько очень важных недопониманий. У вас есть стандартная ситуация, когда человек курит, когда у человека, представьте, 7 тысяч химикатов, которые попадают с курением. У вас есть вейперы, у вас есть разного рода другие форматы в дыхательном ключе подачи никотина, и ни один из них не является безопасным. Это точно, и если я могу предложить вам формат избавления от любой, скажем, дыхательной зависимости от никотина, то есть, могут быть классические банальные сигареты или какой-то форматом вейпа или еще какой-то истории, я всегда пригладаю тот вариант, который я использовал, когда после 11 лет курения просто безбожного абсолютно. Что я использовал, ребята? Я использовал следующую методику. Я поставил перед собой задачу пробежать полумарафон. И когда человек, который никогда толком не бегал, начинает бежать, и который курил 20 минут назад сигарету красного мальбора, почему я вам всегда привожу в пример красный мальбор, потому что я курил красный мальбор, ребята, это было потрясающе. И настолько сильная у меня была зависимость от сигарет, что я не мог еще раз встать ночью в уборную и не выкурить сигарету, выбросить мусор и по пути из мусорного бака, да, там, не выкурить сигарету. Скандал – сигарета, счастье – сигарета, в машине – сигарета, в тамбуре – сигарета, все время сигарета. И настолько сильная тяга была, она поработила вообще все, в принципе. Там жрать нечего, но зато должна быть пачка сигарет, понимаете, чтобы было не все так плохо на сегодняшний день, как в той песне. И реальная история с сигаретами, она тебя держит на коротком поводке. Я всячески рекомендую вам книгу «Легкий способ бросить курить Алла Накара». Для меня то, что сработало сногсшибательно, поставить задачу и по-настоящему прекратить быть, знаете, как таким вот пассажиром этого мультика жизни. То есть прекращаешь быть пассажиром мультика жизни и говоришь, я хочу пробежать полумарафон, то, что мне помогло. И я первые 500 метров, когда пробежал, я начал, ну, во-первых, меня вырвало, значит, я начал кашлять белыми хлопьями с коричневой слизью. И я понял, насколько это ужасная история. И самое прикольное, что как только я вырвал, раскашлялся, мне кажется, что вообще все капилляры полопались, просто так ужас кошмарный. И как только прекратился кашель и позывы рвять, простите, пожалуйста, сразу появилась мысль, когда я могу следующий раз выкурить сигареты. Вы понимаете, насколько абсурдная история. То есть ты пытаешься бежать, ты видишь, что ты задыхаешься, у тебя отхаркиваются легкие слизь наполнена смолой, вообще все. И мысль в моей голове, когда я уже прекращу кашлять, и прекратятся рвотные позывы из-за дикого кашля, чтобы выкурить сигарету. Вы представьте себе уровень зависимости, который, ты просто слабоумный идиот, вот я именно к себе отношусь, да. Пациенты мои, например, которые уже впоследствии, да, которых я консультировал годы спустя, когда я вижу, например, человек после инфаркта просит своих близких, чтобы ему в палату интенсивной терапии привезли сигареты. И он говорит рожене, говорит, я порточку буду курить. Вот это уровень слабоумия и отваги людей, которые курят и которые знают, что это опасно. И выводить токсины и смолу из легких ты можешь начать только тогда, когда в первую очередь ты придешь к такому, знаете, общему знаменателю, что оно тебе нужно. И здесь только дисциплина, только понимание того, что ты хочешь жить, работает. Другие форматы, я прошу вас, в идеале, конечно же, чтобы вы полностью уходили от зависимости, приобретали свободу и не заменяли какими-то электронными палками-сосалками. Большая часть людей берут никотиновые там какие-нибудь айкосы, еще какую-то помойку, которая вонючими носками воняет и, значит, берут, хотя бы нет продуктов горения, да, тления и нет смолы, но из 7000 химикатов ты получаешь несколько сотен химикатов, которые мы не знаем, мы не знаем, мы не понимаем, как они будут воздействовать на ваши легкие. Нет исследований толком, грубо говоря, в рамках там ближайших 10 лет мы будем видеть, какие болезни легких и уже есть прецеденты того, что да, никотин подается без продуктов горения, но это все равно зависимость. Прошу вас, будьте свободными, начните бегать и если вы можете, ну, плавать я не рекомендую, потому что когда ты начинаешь плавать и у тебя дыхалка заканчивается на 25-метровой отметке, а тебе нужно доплыть до конца бассейна 50 метров, ты начинаешь кашлять истерически, и ты можешь просто захлебнуться к чертовой матери, это очень опасная история. На дорожке можно там с низкой интенсивностью, скорость 5, угол 5, 60 минут, и то даже кашля людям часто не обойтись. Значит, смотрите, для очистки легких вы берете следующие травы, ребята, которые работают просто, ну, как боженька смолвил, значит, смотрите, тимьян, значит, смотрите, он у вас также называется традиционная поддержка дыхательных путей, тимьян в листе, мы, причем, не путать с тимьяном, который используется для специй, по сути, это то же самое, но здесь концентрат в сушеной форме. Я предлагаю и прошу вас брать тимьян в таблетированном формате, его срок приема и длительность, видите, у нас с вами экстракт тимьяна на 500 миллиграмм. Значит, вы берете, я советую, 500, это мало очень, для взрослой женщины 1 грамм, для мужчины весом до 80-1,5, больше 80, получается 2 грамма. От 1 до 4 капсул вы берете, внимательно, видите, у вас здесь желатин, здесь нет никаких абсолютно триггеров, вы берете, я рекомендую на пустой желудок, попробуйте, какая у вас будет с ним реакция с тимьяном, если у вас будет там неприятная отрыжка, не проблема, если вы его перенесете с едой, просто на пустой желудок, его химические элементы этого тимьяна попадают в организм быстрее и помогут вам чистить легкие интенсивнее. Значит, смотрите, дальше, тимьян, имбирь, значит, ginger root, имбирь в капсулах, тоже вы берете его внимательно, здесь вот, смотрите, у нас с вами, так, нет этого слайда, вы берете опять 500 миллиграмм здесь у нас, точно такие же пропорции. Девчонкам 1-2, мужчинам получается 3-4 в зависимости от веса, и если мы совмещаем с вами имбирь вместе с нашим тимьяном, и берем их, я рекомендую брать их длительное время, то есть не меньше 90 дней, и вы берете, например, там 3 тимьяна, 3, значит, джинджера, имбиря нашего, 6 штук, это травы еще раз, это не лекарственная группа, и вы берете их вот где-то в 12 или в 1, ну как вам удобно, можете утром их брать, запили стаканом воды, и прекрасно дальше продолжаем действовать. В идеале еда хотя бы через час, если у вас неприятные ощущения, и у вас, да, такая отрыжка появляется не самая приятная, попробуйте, может быть, со столовой ложкой масла МСТ взять, попробуйте, может быть, там с 5 граммами рыбьего жира, попробуйте, например, там стакан натрия и лечебной воды с ними взять. Просто чем меньше вы дадите с ними каких-то других еще спутников калорийных, ну тем эффективнее их будет работать, тем эффективнее вы будете видеть очистку легких, и дальше обалденный абсолютно у нас с вами формат, который помогает, если сухость у вас с кашлем, если, например, болезнь, или, например, вы хотите быстрее очищать легкие, вот вы кашляете, и вы приобретели, да, свободу от сигарет, или там, например, в принципе у вас там болезнь, например, у вас грипп, или там воспаление легких, или там тот же ковид, или какие-то форматы, например, у ребенка ночью не дающий спать сухой кашель, каждые 3 часа, что вы делаете? Если супер интенсивно нужно вернуть нормальную отхаркивающую историю, и помочь вот этой отслойки слизистой, да, которая пойдет мукозом, вы берете, ребята, масло какао, масло, натуральное масло какао, вот в таких вот кусках оно продается у нас с вами, и натуральное масло какао, смотрите, оно может быть и вот в такой вот баночке, я вам сейчас покажу, идет, его здесь можно просто как ложкой поскрести. Разные форматы, куски, в основном, вот такая самая простая базовая его форма распространения. Что дает масло какао? Масло какао, у меня такой потрясающий состав, который не работает как фармакологический, еще раз, откашливающее средство. Если вы его, как мы и делаем, да, вот дети, например, школы, садики, прочие, начинаются сухой кашель. Утром, днем, вечером по, ну, там не целая столовая ложка. Если там выходные или дети дома, это каждые 2-3 часа. Теплое, вот так откололи кусочек этого масла, вы можете поставить его нам на низкий вольт, на низкую интенсивность микроволновки, просто если вы поставите микроволновку на 750 ватт, оно может бахнуть. Ну, то есть, как любое масло, если вы поставите его, оно у вас может туда наверх нагреться и плюнуть туда наверх. 350 или там 250, поставьте его там на 20 секунд, оно быстро нагреется. Вы там против микроволновок, нагрейте его там на паровой бане, поставьте его на батарею или, ну, на самом деле, если вы возьмете просто куском и во рту оно у вас растает, ничего абсолютно сверхъестественного здесь нет. Значит, до столовой ложки, несколько раз в день, обалденно дает отхаркивание. Именно какао масло. Не путать с кокосовым маслом, какао масло. Очень хорошо работает. Дальше, по нашим с вами следующим добавкам. Сейчас я вам расскажу, ребята, о обалденном абсолютно спрее, и дальше мы с вами обсудим чай, который тоже будет хорошо работать. Смотрите. Биоэктив сильвер гидролозол. Значит, гидрозол. Это в форме спрея в горло. Если боль в горле, если кашель, если инфекция дыхательных путей, которые спускаются вниз туда, да, в бронхи ваши, пожалуйста, серебро. Значит, вот так вот называется. В принципе, любое коллоидное серебро вы можете использовать для приема вовнутрь и атопически тоже. Например, если у вас там порезы, если у вас там, например, какая-то инфекция, да, если вы там поцарапались, еще какая-то история с серебром. Серебро прекрасно годится для того, чтобы им полоскать рот и горло, пшикать прям туда, что попадало, и в нос тоже очень хорошо работает. С серебром вся история. Обалденная тема, которая помогает вам и работает как антибактериальная история. Смотрите. Вот у нас с вами с назальным, например, значит, да, с назальной насадкой. И причем не обязательно именно этого производителя. Есть множество других производителей серебра. Вот этот в каплях, например, идет вот такой, видите? А, это у нас с вами еще и масло орегано. Ну, вот в каплях есть такой же, значит, серебряный гидрозол, который вы берете и подаете. Можно закапать в нос вместо капель сосудосужающих или расширяющих, в зависимости от того, какой эффект вы хотите поймать. Если у вас там, например, забитый нос, и вы сидите, многие сидят месяцами на каплях. Спрей с серебром вот такого ключа, это будет ваше спасение. Просто он вас снимет с этих капель, вы будете просто счастливы, искренне от всего сердца, что вы нашли эту добавку. Спрей с серебром, ребята, обалденнейшая история. Закапывайте в нос, причем детям тоже можно. Это не, еще раз, играющее с сосудами по принципу, да, вот, который вызывает привыкание, если больше двух-трех дней. Обалденная абсолютно штука, ребята, используйте его. Так, дальше, поехали. Если болезни, воспалительные процессы, там, грипп и прочие с легкими, значит, у вас, естественно, не может обойтись... Ух ты, смотрите, какой спортивный. Значит, у вас не может обойтись любое лечение без двух главных витаминов и минерала. Это в любой непонятной ситуации, скажем, есть кашель, есть воспаление, ты можешь только менее интенсивно или более интенсивно брать вот эти витамины и минералы. Смотрите, первый у вас D3, у вас идет для взрослой женщины 4 тысячи, мужчинам 6-8 с такими же пропорциями по весу. То есть, больше 80 килограмм 8 тысяч, меньше 80 килограмм мужчина 6 тысяч, женщинам, значит, 4 тысячи, детям 2 тысячи и с цинком. И получается у вас такая история, смотрите, ваш цинк идет по 50. В принципе, всем его можно брать по 50, но этого достаточно. Детям можно там 25, например. И фишка в том, что если, например, у нас агрессивная форма гриппа, утром, днем, вечером порция D3, порция цинка и что-то с витамином С, например, там 1-2 киви или там лесные ягоды, но без сахара вам нужен живой витамин С. Дальше вы делаете промывание с серебром, дальше вы берете, например, какао масло. И, например, если у нас нет агрессивной формы ковида или гриппа или еще какой-то истории, там ОРВИ, у вас просто идет низкоинтенсивная поддержка. Например, если вы длительное время курили, если вам нужно очистить легкие от токсинов, вы берете 2-3 раза в неделю цинк CD3, вы берете раз в день, не 5 раз в день, не 3 раза, а раз в день какао масло и регулярно можете пропшикивать, промывать вашим, значит, порошком, господи, спреем с серебром. Тимьян и джинджер наш с вами, тимьян и имбирь, продолжаются длительное время там, хотя бы через день, по 2-3 капсулы минимум, 3-4, если больше вес, мы берем с вами этой добавки, которая помогает также очищать легкие. Теперь, ребята, напиток. Напиток для тех, кто любит попить чаи для очистки легких. Значит, как мы берем с вами чаи, из чего мы их готовим? Чаи для очистки легких вы можете подсластить, и сейчас внимательно, это касается детей, тех, кто не на кето, и тем, кто может употреблять мед в пищу, если у вас нет на него аллергической реакции. Мед, который я имею сейчас в виду, называется, не просто, ребята, так, с бухты-барахты какой-то мед, а мед манука. Манука-мед, он очень дорогостоящий, его вам нужно найти, отталкиваясь от количества антибактериальных свойств, которые он имеет. То есть, есть измеритель МГО, который на нем стоит. Количество антибактериальных, значит, свойств, которые он имеет. 400, 200, 600, 800, 1200. То есть, у нас с вами, видите, стоимость 400 антибактериальных единиц, 900 крон, это там, грубо говоря, 30 евро. Аж до 1200, когда у нас антибактериальных единиц, это аж 400, 4000 крон, это там 150 евро. То есть, от 30 до 150 евро разбег в цене, это, ну, очень, да, и видите, у нас есть там разные фасовки. 400, 800 тоже единиц антибактериальных свойств. Мед манука, это максимально изученный, имеющий сумасшедший объем антибактериальных свойств, продукт натуральный. И вы берете его, только прошу вас, его можно брать и чистый. То есть, ребенку, например, если там отказываются от какао-масла. Или вы можете даже смешать пол чайной ложки вашего меда манука с какао-маслом. Только не запивать, радиусы святого, ни какао-масла, ни мед манука. Мед манука вы можете использовать в формате чая. Вы берете, например, там, 2 чайные ложки меда манука. Ну, умоляю, не в кипяток. Вы уничтожите все антибактериальные свойства, вы их просто стерилизуете. Вы берете одну, это для детей или там для людей, которые весят меньше 60, 2 чайные ложки для всех, кто больше 60, ваш мед манука просто в теплую, горячеватую воду. Туда же вы можете выжать прямо, если вы хотите, лимон, который даст вам живой витамин С. Именно выжать лимон, который даст вам живой С. Дальше вы берете ваш имбирь, который мы с вами только что обсуждали. Режете этот корень и делаете прям много, там, столовую ложку этого имбиря. Можно сделать даже круче, чтобы получить больше пользы от вашего имбиря, вы натираете его на терке. И получается у вас имбирь натертый на терке, он просто настолько, ну, такой, знаете, дербанистый, какими словами его еще нельзя назвать. Значит, имбирь на терке. Он используется там для чая, для обычного, да. И вы его берете и натираете. Вот так вот он у вас будет прям супер такой пряный-пряный. И вы его берете, вот эту столовую ложку этого имбиря. Вы дальше тимьян тоже берете, только уже в формате не капсулы. А, значит, тимьян. Значит, вы его используете для приготовления вашего чая. Вот так вот он у вас будет идти. И, значит, вы его завариваете отдельно, прошу вас. Отдельно вы заварили тимьян. Дали ему минут 15 настояться. И после этого вы слили вот эта, да, заваренная его, получается, история. Ну, как заварка у вас остается. Тимьян, значит, чай. И вы его слили. Вот, смотрите, органик. Значит, Simply Organic. Вот он у нас с вами. Смотрите, какой красавчик. Вот так вот вы можете его купить. Тимьян, Simply Organic. Чабрец называется. Значит, вы его берете и там чайную ложку завариваете, но только в крутом кипятке, чтобы получить от него всю пользу. Но нельзя в крутой кипяток мед и имбирь. Потому что мед, манука и имбирь, они же, это живые продукты, понимаете, живые. Потому что антибактериальные свойства и те свойства, которыми обладает имбирь, нельзя стерилизовать. Нельзя кипятком. А чабрец или он же тимьян обязательно нужно кипятком. И поэтому вы залили чабрец этот или тимьян, дальше на сито его отбросили, через 10 минут он у вас заварился. Можете вообще его в термос закрыть, и чтобы он прям конкретно настоялся. 10-15 минут, это вообще фантастика. И дальше вот это, да, через ситечко его слили. И дальше туда добавили ваш имбирь и добавили туда ваш мед. Просто фантастический напиток, который и детям, и взрослым обалденно круто заходит. Еще раз, если вы не на кето, вы можете себе позволить его с имбирем, с чабрецом, с манука-медом. С манука-медом. Я понимаю, что мед манука доступен далеко не всем, и многие его не могут найти, и он реально очень дорого стоит. Он производится только в Новой Зеландии. Только в сезон. Поэтому стоит невменяемых абсолютно денег. Вы можете использовать мед натуральный, который вы точно знаете, имеет, да, как бы, какое место происхождение вашего меда. Потому что в большинстве случаев у нас с вами место происхождения меда, это фабрика, на которой сливается мед с разных там пасек, добавляется туда патока, добавляется туда сахар. Ну, дно тотальное просто. Это просто, ну, десерт. Самый натуральный манука-мед имеет мощные антибактериальные свойства. Натуральный, действительно, настоящий мед тоже имеет антибактериальные свойства. Их меньше, чем у манука-меда. Но они тоже там есть. Так, и, конечно же, мы не можем говорить о здоровье легких без здоровья печени. Ваш замечательнейший Милк Тисел препарат, который мы используем, это, опять же, трава. Утром на пустой желудок полграмма взрослым всем, неважно какой вес, длительное время. Не меньше 90 дней по будням, а можно и полгода его брать для поддержания печени как гепатопротектор. Значит, как гепатопротектор ваш Милк Тисел идет, ваш вот это, да, расторубша пятнистая. И как гепатопротектор он у вас работает, смотрите, как это получается, для поддержания печени, для вывода. И у вас, получается, токсины в печени в жирорастворимой форме находятся. У вас жирорастворимые, водорастворимые, с мочой и калом выходят эти токсины. Ваш Милк Тисел или ваша расторубша пятнистая помогает вам абсолютно потрясающим с печенью, и она же будет помогать с легкими тоже. Поэтому длительное время вы можете его использовать, если вы сходите там с сигарет, или вы сходите, да, с какого-то формата, опять же, там, детоксификация легких ваших, или вы чувствуете, что у вас просто, да, объем слабый, прошу вас, для того, чтобы поднимать количество кислорода, которое транспортирует ваша кровь, благодаря вашим легким, вы можете использовать добавку, которая называется, значит, для разжижения, наполнения крови, это часто очень, и это абсолютно доступный всем препарат, называется хлорофил. Значит, хлорофил, он помогает, увеличивает количество кислорода в крови, его используют все, олимпийцы его используют, при тренировках интенсивных его используют, люди, которые просто хотят, да, помочь нам легким своим. Хлорофил, ребята, столовая ложка, вот если у вас вот такая вот бутылка, видите, у меня здесь полулитровая бутылка большая, и мы берем столовую ложку на стакан воды, и на пустой желудок мы его пьем, в любое время, когда вам удобно. Хлорофил может быть у вас в разных форматах, он может идти, например, вот в таких вот там бутылочках маленьких, где вы пипетку одну добавляете в стакан. Я лично большой поклонник нашего с вами, значит, хлорофила именно в больших вот этих неконцентратах, да, в пипетках он хуже усваивается. Не бояться, если стул будет окрашивать, это нормальная история, то есть для увеличения объема легких мы с вами можем запросто абсолютно, и увеличение объема легких, и увеличение кислорода, который несет, да, ваша кровь, использовать хлорофилл. Хлорофилл – обалденнейшая штука. Если у вас густая кровь, и вы знаете, вы сдавали анализ, то вы можете для разжижения гемоглобина и наполнения, опять же, повышения кислорода, вы можете использовать омега-3. Омега-3 – обалденно, это ненасыщенные наши жиры, которые очень-очень-очень хорошо помогают вашему организму тоже с разжижением, наполнением и улучшением комбинации вашей крови. И супер-мега-абсолютно вещь, полностью поддерживаю хлорофилл и рыбий жир – это супер штука, которую я практически там 3-4 раза в неделю использую для того, чтобы спринт, и для того, чтобы тренировку ног выдерживать. Опять я вам сейчас выкладывал свои примеры, да, тренировки ног, то есть она интенсивная тренировка ног, которая задействует самые большие мышцы в организме, то есть у вас квадрицепсы, бицепсы и ягодичные. Они поглощают гигантское количество кислорода, и ты прям видишь, например, ты начинаешь брать хлорофилл, и ты видишь, что, например, да, я вот по себе скажу, там, 10 приседаний в одном подходе со 100 килограммами попой в пол уничтожают мой пульс, там, до 170, я дальше отхожу, например, там, 4 минуты перед следующим подходом. А если я беру хлорофилл, то 10 повторений со 100 килограммами попой в пол уничтожают мой пульс не до 170, а там, до 155, до 150, я могу следующий подход делать, там, не через 4, а через 3, даже 2,5. То есть выносливость выше кислорода больше, и восстановление после, например, какой-то спортивной нагрузки выше. Для тех, кому важна когнитивная функция, и когнитивная функция тоже лучше, потому что ваш мозг получает больше кислорода. Ребята, это то, что касается легких, прошу вас, самая базовая вещь, которую вы можете сделать прямо сейчас, которая вам вообще ничего не будет стоить. Вы можете открыть ваше дыхание по Вимхофу, и дыхание по Вимхофу у вас один из, наверное, самых сумасшедших инструментов по улучшению уже прямо сейчас композиции легких. Я понимаю, что многим там, может быть, неприятно дышать вот в такой динамике, но вы можете написать на английском. Напишу, Лимхоф Брифинг Техник. И вы открываете его, и вот он у вас прямо сейчас. На английском, пожалуйста, есть, есть в переводе на любой язык, который вам нравится. Пожалуйста, вот здесь его аватарка, дыхание по Вимхофу. Пожалуйста, используйте ее ради всего святого. Это вообще ничего не стоит. Вообще от вас не нужно даже в магазин ходить никакой. То есть сегодня я вам рассказал о большом количестве добавок разных при разных сценариях, которые вам могут подойти, могут вам прямо быть очень хороши, замечательные, супер, отлично, все круто. Но дыхание по Вимхофу любому человеку, у которого состояние там с легкими или состояние со здоровьем нужно, да. И я делаю постоянно дыхание по Вимхофу, когда в баню хожу. Ну, опять же, не в разогретой бане, потому что можно, да, ну, скажем, может загружиться голова. То есть не делайте это в воде, лучше это делать в постели. Я это делаю в бане, когда у меня баня только разогревается. Я иду, и у меня там температура еще не максимальная, она не опасная. Если ты можешь отключиться в бане из-за такой дыхательной гимнастики, из-за гипервентиляции, то как бы ничего не происходит с тобой, все нормально. Лучше всего в постели, или там на матике на вашем для йоги, или там на лужаечке где-то. Пожалуйста, дыхание по Вимхофу наполняет кислородом нереально, увеличивает объем легких ваших. И дальше то, что я, да, начал с чагой эфира, это то, что я лично, когда начал увеличивать объем легких, я начал просто тупо сразу бежать. Задача была пробежать полумарафон после 11 лет стажа курения. Что я прошу вас сделать, максимально постарайтесь, значит, придерживаться всех этих, значит, рекомендаций, если вы можете. По еде, конечно же, мы всегда с вами говорим о том, что еда, тренировки, еда вовремя, вода, ну это основа основ. Это фундамент фундаментов, на этом вообще, в принципе, все строится, на еде, воде и активности, на поддержании иммунной системы, и на том, что, значит, вы можете сделать для своего здоровья, чтобы убрать воспалительные процессы. То есть, смотрите, какая штука, ребята, воспалительные процессы в организме. И мы только с вами обсуждали позавчера отдельный ролик о метаболическом синдроме и воспалительных процессах, которые могут быть в суставах, тканях, где угодно абсолютно они могут находиться, из-за высокого инсулина, из-за того, когда мы видим, например, человека по анализу крови, там, сои в космосе, лейкоциты уже начинают отставать слабые, но какое-то время они были повышены. Мы видим воспалительные процессы в организме, они не прикрыты абсолютно. В анализе крови их сразу видно. И если, например, у тебя риск онкологии, то рак двигается в те ткани и пытается поразить те ткани, которые находятся под воспалительным процессом длительное время, потому что они самые, скажем, ну, скажем, самые слабые. И я очень хочу, чтобы все тело ваше было сильное, чтобы оно защищало вас, и вы были крепкими и здоровыми. Поэтому следующий ролик, который вы смотрите, который будет укреплять суммарно всецело ваше здоровье, и чтобы вы были молодцами и умничками, вы уже молодцы и умнички, ребята, спасибо за что вам огромное. Значит, я вам сейчас покажу мой ролик, следующий, который вы смотрите, и дальше я уберу ваши вопросы и буду вас консультировать, конечно же, вживую. Ролик, который дает вам базу, который дает вам костяк, который дает вам основу, от чего отталкиваться с вашим здоровьем. Ролик, который спас жизнь уже на 215 тысячам людей. Ребята, смотрите, написали в YouTube, зашли, написали, как быстро вылечить инсулиновую резистентность Алексей Ворон. И вот это видео с вот этой аватаркой, это ваше оружие номер один, это ваше Библия о здоровье, азбука похудения и инструмент номер один по инвестиции в ваше здоровье. Пожалуйста, придерживайтесь этих всех советов, пожалуйста, инвестируйте, пожалуйста, будьте молодцами и становитесь сильнее и здоровее. Ребята, все те, кто свое здоровье действительно в абсолют возводит, я жду вас 18-го числа у нас в ПГ-марафоне. Это наш курс, которым я лично уже консультирую, где мы вместе не просто часовую консультацию даем, а 21 день мы вместе в закрытых чатах. Опять же, участие не обязательно прямо постоянно присутствовать. У вас есть отдельные чаты со мной, наша программа проходит в Инстаграм и Ватсап, и все это очень в непринужденном расслабленном формате. Три недели консультаций, разборов, подборов витаминов, детоксификации. Это программа, которая спасает жизни, ребята, не только для похудения, но и для укрепления здоровья к нам приходят ребята в огромных объемах. Каждый месяц, последние 8 лет, группку я беру всего 50-60 человек. Суммарно уже накопилось такое количество выпускников, ребята, за все 8 лет, что просто искренне сердце радуется, когда помогаем людям, спасаем жизни. Еще раз, не только с похудением, но от зачатия до диабета. Огромное количество ситуаций. В YouTube я вас приглашаю к нам присоединиться. Вы раскликиваете описание под роликом вот здесь, в YouTube, и у вас инструктаж под видео здесь, что входит в нашу программу, как отправить заявку pgmarathon.gmail.com. Прошу вас, только на эту почту отправляйте заявки, потому что часто мы видим разных скемеров, которые пытаются вас пригласить к нам на курс, где меня нет и где какая-то странная история. Прошу вас, pgmarathon.gmail.com. Естественно, да, как бы я там вживую вас консультирую уже, то есть вы видите, что вы явно у нас на курсе. И в Instagram, ребята, у вас точно такая же инструкция под видео. Вот так вот смотрите, в Instagram вы, вот здесь вот первый самый пост в моем Instagram, видите, старт уже в это воскресенье. Вот здесь у вас, ребята, все инструкции нажали, точнее здесь старт в это воскресенье, это старый слайд. Ну и суть важная, тут написано, регистрация в новый сезон открыта. Самый первый слайд закреплен в моем Instagram. Написано, регистрация в новый сезон открыта. Итак, присоединяйтесь, мои чемпионы, а я сейчас буду брать ваши вопросы, буду вас консультировать и буду с вами бороться за ваше здоровье. Как принимать по очереди семена расторопшей шелфея шваганна? Все на пустой желудок, расторопшу утром, все остальное можно днем. Значит, поехали дальше. Продолжаю в одной капсуле, значит, 250, да, берите две. Так, ребята, пожалуйста, ставьте большие пальцы наверх и, пожалуйста, я вас очень прошу подписаться. Попробуемся, потому что я вам поконсультировать, ребята. Так, продолжаем. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребята, мы с вами работаем, боремся, консультируемся, трудимся над нашими с вами вопросами. И сейчас я вас буду консультировать. У меня, как всегда, пачка детей. Все хотят моего внимания, все хотят моего, значит, где-то присутствия. Приходится бегать, всех удовлетворять. Хлорофилл и расторопша не выбивают вас из ПГ протокола. Абсолютно нейтральный травм. Вообще, на самом деле, ни одна из трав и ни один из витаминов, которые я сейчас вам показал и рассказал, не выбьет вас из ПГ протокола. То есть, вы можете абсолютно спокойно, абсолютно уверенно, абсолютно замечательно брать их в любой промежуток дня на пустой желудок. То есть, для тех, кто на ПГ протоколе, абсолютно не является помехой. Значит, концентрат флорофила, он даст не то, что он хуже. Просто, смотрите, одна пипетка на стакан воды меньше действующего эффекта, он тоже будет иметь. Берите там две полных пипетки, а он может заканчиваться быстрее. Например, когда у вас полулитровая бутылка и вы берете там столовую ложку, суммарно, лично я на себе чувствую эффект. Я вам давал, да, по количеству приседаний, по количеству восстановления после боевого подхода в приседаниях на количество. Быстрее, не от пипеточного этого, ну, который в пипетках. Опять же, у кого-то нет вообще, в принципе, никакого хлорофилла, кроме там капсул, таблеток или в пипетках. Это тоже, как бы, замечательно. Берите хоть какой-то. Так, висцеральный жир на животе. Вопрос. Висцеральный жир, у вас будет висцелларный жир, и висцеллярный, и у вас есть подкожный. У вас висцелларный жир в абдоминальной части здесь, он должен быть в определенном объеме. То есть, еще раз, не путайте модели, которые выходят на сцену, там, фитнес-бикини, у которых там 6% подкожного жира. У женщины с таким процентом жира не имеют ни менструации, не имеют здоровья гормонального, ни щитовидного, да, ничего, нормально не работает. У мужчин там полностью до угнетения всего, и плюс еще, помимо угнетения половых функций и гормонов, с таким низким половым процентом жира подкожного, пожалуйста, прошу вас, ребята, вы же не забывайте, что это еще и дегидрация идет полная, то есть, там идет, ну, высушенная ситуация. Как только сходит лет со сцены, они так не выглядят. Они выглядят и на них не набирают воды, они набирают, начинают идти жир, то есть, не нужно целиться в эти кубики постоянно. То есть, у вас должен быть объем жира, нормальный объем жира для здорового мужчины 15, нормальный объем жира для здоровой женщины 25. То есть, да, плюс-минус вариации в зависимости от телосложения, в зависимости, там, эктоморф, эндоморф, мезоморф, всякие вот эти истории. Там есть худощавые, у которых, в принципе, процент жира под 10 всегда. Есть более такие, кто, там, склонен к полноте, это мезоморф и эктоморф, эндоморф, эндоморф и мезоморф, которые едят и быстрее сало приходят. Но если вы едите корректно, то есть, еще раз, если вы жалуетесь, что у вас приходит жир за то, что вы отрываетесь на варениках, пельменях, ну, чего вы обижаетесь-то на ваше тело? Оно должно так работать. У эктоморфа, который худощавый и ест пельмени, у него печень более жировая, чем у вас. Вы не думайте, что им там все с рук сходит. Просто так. Поэтому вопрос висцеларного жира на животе, подкожного, да, он у вас подходит и к жировой печени. То есть, у вас не может быть вопрос, у вас висцеларный жир, просто вот, он не может быть сам по себе, да, то есть, если толстый живот, значит, по-любому есть жировая гипотозная печень, которая увеличена, и она сама выпирает ваш живот наверх. Если у вас есть вот этот, да, внутренний висцеларный жир, это тот жир, который внутренние органы окружает, и он же дает вам гарантию того, что у вас и жировая печенка. И здесь других форматов просто не существует, понимаете, как с ним бороться, только калорийный дефицит. А у вас, видите, висцеларфет, я вам сейчас покажу, многие, ну, путаются, значит, как это выглядит и как это все происходит. Висцеларфет, значит, вот смотрите, как это выглядит, да, там в разрезе, если смотреть, у вас есть вот так вот, если мы возьмем тут кишечник, внутренние органы, да, это вот такой вот разрез, вот если вот так смотреть и смотреть вниз, то у вас вот этот висцеларный жир, это вот эта прослойка, которая, она должна быть, она должна быть здесь в достаточном объеме. А вот это подкожный ваш жир, а вот это вот тот, который внутренний жир, да, и у вас внутренний жир, он должен, он защищает ваше тело, он нужен абсолютно, он незаменим. Но проблемой становится тогда, когда вот эта вот протрузия, она уходит вот сюда, и когда у вас висцеларный жир, видите, вот он вот так начинает работать, когда у вас его слишком много, и вот эта абдоминальная часть начинает торчать. Это опасно, опасно, вы сами понимаете, там, от болезни сердца до рака и прочих прекрасных прелестей. 15% для мужчины, 25% для женщины, и для того, чтобы бороться с этим салом, самый эффективный инструмент, это только еда, еда вовремя, и как это делать, еще раз, вот этот мой ролик, который 215 тысяч человек спас от висцеларного жира. Пожалуйста, вот это видео написали Алексей Ворон, как избавиться от инсулиновой резистентности. Именно инсулиновая резистентность отправляет большее количество жира вашего, который вы съедаете, в, значит, вот этот вот объем, потому что это, по сути, для вашего тела бездонный такой кредитный ресурс, понимаете, ты можешь бездонное количество жира отправить в висцеральную вот эту вот, да, консервацию. И вы продолжаете есть, вот в этом самое грустное, да, у тебя там 300 тысяч калорий в жире, а ты без завтрака не можешь, ты без там углеводов не можешь, когда тебе нужно дисциплинированно к этому вопросу подойти. Здравствуйте. Значит, худая и не есть еще жиров, ибады нельзя, таблетки, фрукты, значит, есть хорошо для печени, что-то. Значит, смотрите, зачем крестосветные? Ешьте кучу мяса, ешьте ваши салаты. Если вы худая, это далеко не означает, что у вас, еще раз, чистая печень. Часто, буквально на днях девчонка была на консультацию, которая щитовидка и 8 лет тероксина, которая худая, стройная, я бы даже сказал. А анализы нам говорят об обратном, что она худая, стройная, привлекательная, молодая, замечательная, но печень передает большой привет поджелудочная, в космосе, там, очевая тистота, показатели ГГТ, АЛТ, АСТ печеночные ужасающие, потому что она, естественно, мега неправильно ест. То есть, там и тортики есть, и прочая еще история есть. И она говорит, там у меня никаких вопросов абсолютно нет, ну да, на тероксине. И дальше, когда ты пытаешься развязать человеку, да, там, например, вот эти ваши тортики, они ухудшают работу печени. Печень по цепочке ухудшает работу вашей, да, истории с, там, объемом жира, например, да, который в печенке. Он ухудшает конверсию Т3 из Т4, дальше ты на тероксине пожизненно. Дальше, естественно, вес начнет идти, после 30, например, будет набираться. То есть, вы не думаете, что вы, там, эктоморф, худощавый, можете себе все позволить на свете есть, и у вас там никаких вопросов нет. Вот, ешьте много, да, тренируйтесь много, но ешьте много именно мяса, салаты. Хотите какой-то гарнир, если вы не хотите там себе сильно навредить в плане подбора, да, вы берете пасту. И пасту прям, это для многих там прям вакханалия, вот я вам показываю. Значит, дурум, уит, значит, смотрите, пшеница. Я, опять же, не рекомендую вам именно формат злаковых, но есть ребята, которым там надо детям готовить, самих, беременным, еще какая-то история. То есть, у вас есть такой сорт пшеницы, она называется, значит, дурум. Вот этот сорт пшеницы, дурум, самый качественный, самый полноценный, самый, значит, лучший для производства, например, там, пасты. И если вы берете, например, паста уит маскарпоне. Значит, маскарпоне, значит, вы берете, вы отварили вашу пасту из сорта дурум, вы, значит, добавили в нее гималайскую соль и добавили в нее неприличное количество маскарпоне. И выглядит это все мероприятие, вы можете сыр туда добавить, не вопрос. Еще раз, когда речь стоит о том, что кровь из носу нужны макароны или нужен какой-то гарнир, с минимальным, как бы, тоже достаточно высокая гликемия. То есть, вы не думаете, что там паста будет вообще прям идеальным таким продуктом. Но, если вы берете из дурум сорта, у нее будет чуть-чуть ниже гликемия, чем из не дурум сорта. У нее будет чуть больше клетчатки, там, по-прежнему из глютен, там, по-прежнему высокая относительно гликемия. Если вы ее тормознете вашим маскарпоне, то ваш маскарпоне имеет жиры, имеет тоже в себе небольшое количество белка. Он тормознет гликемический индекс вашей пасты. И суммарно не будет такого большого вопроса, если бы вы просто сварили макароны, а часто люди там варят макароны непонятно из какого сорта и просто делают из этого вообще какую-то бомбу ужасную. Сахаром посыпают и масло сливочное добавляют. Такой типа а-ля десерт. Не делайте так. Если вы делаете пасту, то с маскарпоне чистой воды. Вы можете сделать пасту и, например, там, отдельно приготовить там ваш фарш. Но еще раз, это все гликирование. Вы можете это сделать для детей, вы можете это сделать, если вы там беременны, и вам нужно там, или вы кормите, и вам нужен какой-то там мегаобъем углеводов, чтобы закрыть, да, там, хотелку, вы можете себе это позволить. Для тех, кто на кето, естественно, это все вариант этот не проходит. Значит, при лечении печени врач назначил рентген легких. Нужно ли делать и зачем, как это связано? Вот только я сегодня говорил, что печень легкий и связан. У нас есть, естественно, болезнь легких. Если у нас с вами жировая печень, печень будет, во-первых, уменьшать объем ваших легких, из-за того своего, в принципе, гипертрофированного формата. То есть печень, если у вас гипотозная жировая, она будет в три раза больше. Да, это диафрагму. Это тоже на легкие воспринимание не очень хорошо, замечательно, значит, воздействует. Первую часть эфира я вам рассказывал, что вот эти добавки с там тимьяном, имбирем. Посмотрите, пожалуйста. И мелк тисел для чистки печени. То есть они друг к другу, печень это вообще центр, к которому относятся и печень, и почки, и легкие, и поджелудочная, и селезенка, и кишечник. Все оно завязано на печени. Это крайне важная история. Печень должна быть чистая для того, чтобы ваше тело могло функционировать корректно. Так, как совмещать бады при предминопаузе для щитовидки? В первую половину дня вы их берете большую часть из них на пустой желудок. Общий кальций повышен, значит, может ли быть повышен из-за колодезной воды с остатком кальция. Кипячение, ну так, а чего вы же, когда в жизни не исправитесь от минералов кипячения? Смотрите. Кипячение убивают патогены. То есть, если у вас, например, вода заражена, например, какой-нибудь бациллой, которая в вашем колодце или в вашем ручье, вы ее кипятите, и она у вас губит, эта вода кипяченая, во время 100 градусов температуры. У вас вода, в ней гибнут все ваши бактерии, которые патогенные могут вам вредонос какой-то оказать. Но минералы, которые в ней, например, там излишек кальция, или, например, моя вода, которая у меня идет из-под земли, она очень минерализированная. Здесь много железа, и много, там, целый список, она прям белый оставляет на лед после того, как ты обольешь, например, там черную какую-то поверхность. Да господи, о чем мы, даже у меня фильтры в дом, которые стоят, все равно они до конца не фильтры. Так вот, фишка в том, что минералы при кипячении никуда не деваются, это неорганическое соединение. Минералы, они только, наоборот, концентрируются. То есть, если вы кипятите воду, пар уходит, дистиллированная вода уходит, и ваш концентрационный осадок минералов остается. С минералами можно только при помощи фильтрации бороться и суперчасто менять фильтра или картридж, если вы делаете, там, питьевую воду из не самой чистой. В два раза быстрее эти картриджи меняете, если у вас, там, не самая лучшая вода по составу. Важная история. Значит так, смотрите, какая штука, ребята. По воде серебро, если вы туда ложечку бросите, тоже толком вам ничего не решит. Если вы будете кипятить, тоже ничего не решит. Фильтрация, фильтрация, еще раз фильтрация, это крайне важно. Я помню, знаю, понимаю, что большая часть людей, там, привет из 90-х, да, я помню сам в 90-х, мама набирала воду из-под крана и кипятила, и кипяченая вода стояла в графинчике, вне серебряная ложечка. Но лучше всего это фильтра. Тогда же не было просто ничего, в принципе. Так, сделайте. Алкострим здесь. Правильно, вы абсолютно правы. Тут у нас с вами общество, значит, бывших алкоголиков. Так, поехали дальше. Разбираем вопросы. Чемпионы мои, пожалуйста, пальцем наверх поддержите и напишите в комментариях. Алексей, спасибо за полезный ролик. Крайне важна ваша поддержка. Каждый день мы с вами здесь ради вашего здоровья боремся. Пожалуйста, поддержите вашей подпиской. Так, берем вопросы. В желчном, так, инкременты, какое время нужно растворить. Значит, вы берете яблочный уксус, регулярно с водой берете ромашковый чай, делаете вакуум утром, и результат 100% будет. Так, доброе утро. Из чугу появляются камни на зубах. Белый налет на языке. Абсолютно разные причины возникновения. Камни на зубах. И предшественником камней на зубах является, смотрите, предшественником камней на зубах является бактериальная какая-то колония, которая прекрасно размножается ночью, пока вы спите, и у вас нет, да, абразива никакого. То есть вы не жуете, не глотаете, не чистите ночью зубы. То есть вы перед сном там почистили, если вы чистите перед сном. И дальше ночью они прекрасно размножаются. И получается вот эта пленка такая на зубе на вашем, когда вы с утра встаете. Вычистить ее сложно, потому что если вы будете пытаться вычистить, то вы по сути разорвете десны и будете все кровоточить. В идеале очистить это все мероприятие при помощи, да, по ходу к стоматологу. Он вам очистит, уберет эти все зубные камень. И смотрите, в чем фишка. Вы меняете свое меню, потому что если вы не поменяете свое меню, бактерии будут по-прежнему получать излишек сахара. Они благодаря этому размножаются, питаются. То есть еще раз, вы помните всю историю. Будешь есть сахар, будут дырки в зубах. Почему это происходит? Сахар это питание для бактерий. То есть если у вас нет излишнего сахара вообще, в принципе, углеводов, если вы контролируете, если у вас сахара вообще нет излишнего, у вас пленка на зубах, она будет минимизирована, и вы ее сможете счистить утром. Но если ваши бактерии получают мега много питания, а любой сахар, это глюкоза в чистом виде, она ваши бактерии питает. И получается такая история. Они всю ночь размножаются, потом вы их не можете толком снять. Дальше эти колонии превращаются в зубной камень. Бактерии размножаются, отмирают, размножаются, отмарают. И получаются у вас депозиты вот эти. Их только ультразвуком можно снять. Ты их не снимешь ни при каких обстоятельствах с зубной щеткой. Вычистили, и дальше вы можете полоскать рот при помощи вот этого серебра, которое мы сегодня с вами обсуждали. Серебро, коллоидное серебро, которое ты можешь взять. У тебя может быть настойка, не настойка, господи, а там полулитровая бутылка. Ты берешь там столовую ложку этого серебра на там стакан воды и полощешь рот перед сном, чтобы все эти бактерии погубить. Опять же, не вызвать дисбактериоз ротовой полости, потому что ваша ротовая полость – это одна из самых густонаселенных местностей в вашем организме. То есть кишечник, ротовая полость. Там должны быть правильные бактерии. То есть если у вас дисбактериоз, то вместо ваших дружественных бактерий займут очень быстро бактерии, которые большой привет передадут, будут на вас паразитировать. А вам нужен симбиоз. И вот эта история с контролем объема бактерий, она очень важна. И дальше молочница ваша, о которой вы говорите, да, вот этот белый налет на языке, это молочница. Молочница у нас есть в ротовой полости, которая прекраснейшим образом, точно так же скажет вам огромное спасибо за питание, которое вы ей подали в виде количества глюкозы. Потому что гриб и вот эта молочница, это и есть такая грибковая, да, скажем, структура, которая обожает самое быстрое, легкое, легкоусваиваемое питание. То есть на глюкозе. То есть то, что на глюкозе, то, что проще, то, что быстрее получить, усвоить. И ночью, опять же, оно все вот размножается. Потом вы можете, например, в гортане, вы там покашляете, у вас прям хлопья экстра с неприятным запахом таким, как бы, вываливаются из гортани. Язык, вот это вся история. Вы это можете, язык чистить. Вы можете, например, вы берете бинтовый такой, не ватный, а бинтовый такой, который будет немножечко более абразивным, тампон, да, и вода с содой. И вы вода с содой теплая промокнули в ваш бинтовый такой тампон квадратный, они такие, знаете, которые на рану должны прикладываться. И вы прям вычищаете полностью. Вот здесь вот там все снимаете, как абразив. Вот бинтовый вот этот такой вот он будет, я вам сейчас его покажу. И вычищаете по стенкам щек изнутри, язык под языком, там. Я понимаю, что не очень приятная история, но с содой, а вы можете вода, сода плюс коллоидное серебро вообще еще лучше будет. И вот эта молочница ротовая, она будет отходить. Значит, смотрите, бинтовый, значит, тампоны, бинтовые тампоны, вот они выглядят вот так. Вы их используете, видите, такой квадратный. И вы приготовили раствор сода, там чайная ложка, столовая ложка вашего, значит, коллоидное серебро. Значит, вот видите, разнообразные они, бутылки эти есть, коллоидное серебро. И вычищаете эту молочницу, потом полощите этим серебром, значит, можно с содой тоже полощите прям, да, прополоскались, плюнули. И ради всего святого, подключайте Д3 и цинк, и убирайте питание, которое просто прекрасно размножает ваши бактерии. Эти молочница, гриб, а тонкая вот эта вот пленка, слизкая, которая на зубах, это бактерии, которые еще раз будут колониально размножаться и занимать, и дальше они будут вашу эмаль уничтожать, и дальше будут дырки. Вот так это все выглядит мероприятием. Если есть гормональный сбой, лучше не делать детокс на кефире. Какой именно гормональный сбой? От чего, почему и на чем его сейчас? То есть сам по себе детокс на кефире – это классная штука. Но, например, похожий эффект вы можете взять, если вы возьмете пробиотик 21 день за час до сна. Вы тоже поддержите ваш кишечник замечательно. Сам по себе детокс на кефире к вашему гормональному сбою толком ничего не имеет. Детокс на кефире призван помочь кишечнику, и он призван привнести какую-то флору благостную. В идеале, чтобы у вас после детокса на кефирах, когда придут лактобифидобактерии, чтобы у вас было много салатов или много сквашенной капусты, чего-то на следующие дни, ближайшие. Потому что пробиотик – это кефирный детокс с пробиотиком богатым, который вашу флору поддерживает. А пребиотик – это ваша клетчатка, которая питает ваши бактерии, понимаете? И получается у вас пробиотик и пребиотик. И вот так это все мероприятие выглядит. Пробиотик заселяет это благостные, которые с вами в унисон работают, ваши бактерии. А пребиотик питает дальше эту пробиотическую флору. Так, спускаемся вниз. Много информации о полоскании растительным маслом. Ваше мнение. Не нужно полоскать растительным маслом. Я сегодня вам рассказывал о масле какао. По сути, это тоже растительный формат масла. Но масло какао – это один из лучших форматов. И вы его прям проглатываете, но не запивать. Оливковым маслом – там есть еще формат. Но лучше всего именно масло какао. Самая мощная вещь. Глютамин каждый день вы можете пить без проблем. Значит, перед тренировкой. Клеотина 5 грамм, глютамина 5 грамм. И там пару тысяч Д3 перед тренировкой вместо классического предтреника. Так, чемпионы. Доброе утро. Как повысить показатели эстрадиола? Нужно понять, из-за чего он угнетен. Если, например, у вас падает эстрадиол из-за того, что у вас там первичная аминарея или вторичная аминарея, то есть угнетена щитовидка. Это одна история. Может быть, у вас меню не совсем корректно составлено. И вы, например, там сильно калорийно забеднены. Из-за того, что вы сильно калорийно забеднены, вы будете иметь, естественно, мало эстрадиола. Ваше тело адаптируется, еще раз, тело женщины адаптируется к аккуратным условиям. Если мы понимаем, четко видим, что, например, у нас там мало калорий. Почему я говорю, меньше чем полторы тысячи не есть. Минимум 1200, если вы там мелкая, да. Но меньше чем 1200-1500. Достаточно жиров. Хорошая работающая щитовидка. Достаточно йода. Достаточно Д3. Условий к угнетению эстрадиола валом просто абсолютно. Бери, не хочу. Сколько хочешь. И формат, к которому вы должны подойти к этому, да, это сделать корректную, правильную диагностику. Чтобы, еще раз, если у вас мало эстрадиола, нужен ли вам соевый изофлон, нужен ли вам Дима. Да, та диагностика, которой я занимаюсь, например, в ПГ-марафоне. Девчонки приходят, я говорю, сдаете вот эти анализы, и дальше я вас консультирую. Просто суперчасто, понимаете, вас, ваш лечащий врач, он не будет этим всем заниматься. Ни у кого нет ни времени, ни желания это делать. И вас просто посадят там какой-нибудь дюфастон, или там на еще какую-нибудь чепуху, типа там эстраджистан, или эстрагель, или еще какая-нибудь тема. И вы будете там пожизненно сидеть на этих гормоналках. У меня хотя бы, прошу вас, зайдите в YouTube и напишите Алексей Ворон анализы крови. Хотя бы базу посмотрите, как это все делать самостоятельно. Если вы, опять же, не можете попасть к нам в оздоровительный курс ПГ-марафон, где я уже лично буду вас консультировать, хотя бы это видео посмотрите. Значит, поехали дальше. Масло какао твердое, куском, как пить? Только что да, говорил, разогревать можно. Ну, то есть, вы можете заморочиться на паровой бане, проще микроволновки на низких ватах. Разогрели и все. Так. Дякую, я вам тоже, вчера дякую. Зала анализы D3-115. Супер, отлично. D3, это очень хорошо, что у вас его много. Сейчас можете прекратить его брать. И еще раз, пропорция ваших холестеринов, эстрадиол, простите, холестерин должен быть у верхнего за верхним, три глицериды у нижнего за нижним. То есть, это самая лучшая пропорция, которая, в принципе, может быть. Так. Глютамин восстанавливает слизистые. Не особо. Так. Бурата. Можно, конечно же. Можно запросто, абсолютно берите. Инсулин 4, но еле-еле терплю до 12. Сильно хочется есть. Смотрите, инсулин 4, это супер, это очень хорошо. Но вопрос такой. Если вам хочется есть, у вас инсулин 4, это не означает, что низкий инсулин гарантирует вам отсутствие аппетита. Низкий инсулин вообще не гарантирует вам отсутствие аппетита. Если вы в калорийном дефиците находитесь, и у вас низкий инсулин, у вас должен быть аппетит. Вам должно хотеться есть. У вас, в принципе, да, как бы эта история с голодом, она нормальная, это так и должно быть, так оно и должно выглядеть, понимаете. Я только прошу вас, да, вот если вы там едите там 2000, а расходуете 3, встречайте аппетит как должность, он должен быть, вы в калорийном дефиците, вы худеете, поэтому тело говорит, у нас тревога, у нас калорийный дефицит, нам нужно больше калорий, вот тебе голод. И чтобы его не было, МСТ, масло, каждые 2-3 часа столовую ложку, или там холодной водой облиться, или во время тренировки у вас точно не будет, да, или во время холодной там бочки или холодного душа, голода нет, но если ты просто, да, там более-менее в покое и в калорийном дефиците за день, то тело, конечно же, будет отвечать тебе голодом. Не бойтесь голода, ребята, это хороший признак, с которым можно работать, который можно стратегически обойти, поднять количество сил и энергии, не обязательно есть, понимаете. Если у тебя голод, не обязательно есть, если задача стоит худеть. Да, ты ешь полторы-две тысячи в день, смотри сколько ты весишь, смотря какой у тебя рост вес и уровень активности, минимум полторы. Но голод это хороший показатель, особенно если вам нужно там 20 килограмм сбрасывать, и примите его как должность процесса, да, МСТ масло сразу поможет вам облегчить его. Чемпионы мои, пальцами наверх, пожалуйста, поддержите, подписывайтесь, и каждый божий день мы здесь с вами за ваше здоровье боремся, во благо вашего и семейного, и социального. То есть все, что я могу отдавать вам в виде знаний, мотивации, умений, культуры, отношения с вашим телом, я стараюсь делать каждый день. От вас прошу поддержку пальцем наверх, для тех, кто к нам идет на ПГ-марафон на 18 августа, пожалуйста, под видео, YouTube, Instagram, самый первый пост, где я уже лично вас консультирую. И дальше, пожалуйста, вы смотрите ролик Алексея Ворон, как быстро вылечить инсулиновую резидентность. Это ваш инструмент номер один по восстановлению вашего тела, здоровья и по восстановлению вашего обмена веществ. Мои чемпионы обнимаю, и до завтра. Спасибо гигантское за ваше доверие. Искренне благодарю вас, чемпион. Спасибо.